Всем привет друзья, с вами НЛВГор и сегодня мы рассмотрим бронирование и способ игры на американском тяжелом танке 9 уровня АЕ Phase 1. Собственно этот танк выдается как наградной, ранее он выдавался за линию фронта в 2019 году, а в 2020 году он выдается за совокупность ивентов линии фронта и также стальной охотник вместе с еще одним французом средним танком и тяжелым танком Советского Союза. Но собственно сегодня поговорим именно о нем, итак приступим собственно к рассмотрению самого бронирования, поставил я пробитие максимальное тяжелого танка на 9 уровне, это 260 мм с калибром 120 мм. Собственно что можно сказать о бронировании этого танка, если вы стоите перед ним, играете против него, всегда даже не думайте о том, чтобы стрелять ему в башню, в башню можно стрелять, единственное только это в лючок и в крышку будут пробивать скорее всего десятки по правилу трех калибров. Дальше, бронирование этого танка сделано так, что надо пробивать в треугольник. Вот этот собственно треугольник, потому что вот эта верхняя бронеплита, она как бы идет в броне в 120 мм, вместе с приведенкой она дает 208 мм и даже восьмерки без проблем собственно пробивают топовыми стволами этот танк в лоб. Также НЛД, который снова таки 171 мм и с приведенкой как бы 205 мм, 217 мм максимум или даже если он выезжает где-то за холма, это по сути каких-то 195 мм и он довольно таки большой, то есть вы будете пробивать его без проблем. Что касается ромба, берем как бы по сути ромб, прямая линия, что касается ромба, тут абсолютно ничего не меняется, почему? Потому что у него узкие гусеницы и катки без проблем пробиваются. Снова таки видим, что максимум тут доходит до 218 мм, то есть танки восьмого уровня снова таки топовыми стволами без проблем будут его пробивать. Борта у него тоже абсолютно картонные, поэтому сами видите какие тут миллиметры, они тоже будут без проблем пробиваться. Что касается верхнего бронелиста, этого скоса, щеки, она тоже без проблем пробивается. То есть в каком положении этот танк не станет, с любой стороны ромбом, без разницы как он выйдет, буквально каточек высунет, можно пробивать без проблем. Он корпусом абсолютно картонный. Что касается башни, то тут совсем все по-другому, потому что башня наоборот у него очень крепкая. Что есть, то есть и как бы даже щеки сами, которые могли бы пробиваться, по сути голдой будут пробиваться девятками, это 293 мм, да и то не всеми. То есть по сути бронирование башни за счет приведенки своей, она у него такая идет типа как эллипсом, в роли такого скажем так сердца. И тут приведенка довольно таки большая, вы не пробьете никогда. Единственное место это лючок. То есть как играть этим танком? За счет того, что у него углы вертикальной наводки минус 10, единственный способ этой игры на нем это от рельефа. То есть собственно рельеф даст вам возможность правильно его использовать, отыграть на нем и как можно дольше прожить. Собственно артиллерию он не любит, так же как и фугасы, потому что любое попадание в корпус дает ему значительный урон. Время сведения 2,4 секунды довольно таки небольшое, но и немаленькое. Собственно учитывая то какое у него бронирование в башне, этого достаточно для того, чтобы выехать, свестись, дать выстрел и отъехать назад. Собственно точность 0,36 не такая уже и плохая, могла бы быть и хуже. Как бы типичная для американских тяжей. И собственно что еще хотелось бы сказать, альфа в 400, это довольно таки неплохо. Скорость назад в принципе не такая уже и большая, 12 километров. 12 километров в час это довольно таки мало, как для тяжа, но скажем так есть и похуже. Типа 8 километров у FV4005. И собственно вот такие вот дела. Бронирование у него крайне худое, если брать даже корму, фугасами пробивается 100%. То есть если вы видите фейзуан сзади, вы без проблем заряжаете фугас и впиндюриваете ему на фулл альфу. Потому что танк довольно таки картонный и единственное бронированное место это у него башня. Это единственное бронированное место на этом танке. И как бы учитывая то, насколько он популярен, насколько мало их находится собственно в самом рандоме. Этот танк не популярен от слова совсем, потому что на нем очень тяжело играть. Тяжело играть, но с другой стороны можно играть. Не все карты подходят для этого танка. Но на всех картах есть какой-то рельеф, где можно встать и отыграть хотя бы какую-то часть. Хотя бы отстрелять свои собственно хп. Вот такой получился видосик, кому он принес какую-то пользу, кто узнал для себя что-то новое. Ставь палец вверх, подписывайся на канал. Всем счастливо и пока-пока.